Приветствую вас. Смотрите, вы описываете определенную ситуацию, вы описываете определенную историю, вы описываете определенный момент, но, если честно, для меня не очень понятно, что, как развивалась вся эта история. То есть, вы живете с родителями, и у вас маленький дом. Звуки очень хорошо прослушиваются вами. Не очень понятно, было ли так всегда, или это стало происходить только какое-то время назад. Не очень понятно, всегда ли вас раздражало то, что родители ваши делают. Или, опять же, это произошло только сейчас. Это случилось только сейчас. То есть, вот этот момент, он несколько неясен. На мой взгляд, его нужно исследовать. Потому что, это то, что является здесь ключевым. Понимаете? Какая штука. Также, очень важно разобраться с тем, вот именно с тем, что вы чувствуете. Вы говорите, что меня очень раздражает. Вы пишите, да, что, значит, очень сильно раздражает бесит звуки, которые издают родители. Вот надо бы поисследовать, с чем это связано. Понимаете? На чем основано ваше раздражение? Почему вы его испытываете? Что именно вас раздражает и бесит? Собственно говоря. Вот. Потому что, зачастую речь идет, вероятно, о некоторых моментах защитной реакции. И, зачастую, речь идет о некоторых моментах подавляемых силов. В том числе, дело может быть связано и с отчимом. Потому что, ваша мама с ним. И, хоть вы ее и любите, свою маму, но все равно, очень может осложнять ваши отношения с ней. Вот. Поэтому, тут очень важно понять именно идеологию ситуации. Тут очень важно понять именно идеологию того, что происходит. Потому что, вот, если вы раздражаетесь именно в контексте отчима, допустим, то это одно, если вас раздражает именно вот что-то в контексте отчима. Но, если, если вас раздражает не в контексте отчима, а что-то само по себе, да, то это уже совсем, ну, другая история совсем. Вот. И исследовать ее нужно как аутентичные самобыты. Вот. Вот такая вот история. Я достаточно часто встречался с проблемами, когда раздражают определенные звуки. И могу сказать, что это зачастую проблема незащищенности человека. То есть, это зачастую проблема, ну, отсутствия личных границ, скажем так, да. Вот. Плюс, как сказала моя коллега, одна из коллег коллег, что он может иметь место быть нервное напряжение, да, нервной перегрузки. То есть, это может быть следствием конфликта вашего, вашего именно внутреннего конфликта. Вот. И если это так, то исследовать нужно именно внутренний конфликт ваш, а не внешнюю составляющую, да. Вот. Конечно, достаточно сложно существовать с родителями, если у вас между ними не все гладко, или если вы недостаточно обладаете крепкой нервной системой, устойчивой нервной системой, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот. И здесь можно рассмотреть, как возможность отдельного проживания, здесь можно рассмотреть, как решение по гармонизации ваших отношений с родителями, с отчимом. Вот. Здесь можно самые разные подходы использовать, в частности, например, раскрытие ваших чувств, раскрытие ваших эмоций по данному вопросу. Вот. И может быть более, ну, такое, более искреннее отношение к себе и к другим. Потому что сейчас вы можете подавлять какие-то свои чувства определенные. Вот. Такой вот момент. Тут, тут вот нужно с такой позиции подходить, если мы говорим о профессиональной психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Не очень понял, к чему была история про психиатров, потому что вы обращаетесь все-таки к психологам, а не к психиатрам. А психологи не врачи, ну, по крайней мере, большинство из нас. Вот. Вы, конечно, могли бы сказать, что мне нужна помощь психиатров или клинических психологов, а нам ситуация была немножко другой. Вот. Но, раз вы обращаетесь так, то, соответственно, так. Вот. Возможно, если вы уже обращались к психиатру, то он у вас диагностировал что-то, может быть. Если так, то, опять же, от него должна быть рекомендация по психотерапии. Вот. В каком направлении, например, вам заниматься психотерапией. Было бы неплохо, если бы это у него узнали и, соответственно, уже исходя из этого, нашли бы себе специалистов, с которыми бы занимались психотерапией. Вот. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачу. Спасибо. Спасибо.